Я просто имитацию. А что он показывает? Он саму ноты показывает, да? Гитара вибрирует. Вся гитара 440 Гц тоже вибрирует со струной. Он тоже вибрирует. Он понимает, что это 440 Гц. Мы живем век удивительный. Нас окружает музыка со всех сторон. Из каждого электронного устройства. Они находятся у всех и у каждого в кармане, на столе. Из каждого из этого электронного устройства играет музыка. Музыка играет в видео на YouTube. Музыка играет в заставках на радио, в телевидении. Музыка, наконец, играет в стриминговых сервисах во всем их многообразии. И, разумеется, в этом безбрежном море у слушателей нет-нет, да и возникнет вопрос. А почему музыка звучит так, а не иначе? А правильно ли я понимаю музыку? И, безусловно, если этот слушатель задастся этим вопросом всерьез, он обратится к видео на YouTube и увидит огромное количество роликов, которые обещают ответить на вопрос «Как?». Как овладеть музыкальной грамотностью? Как правильно различать музыку эпохи Ренессанса от музыки эпохи барокко? Как, наконец, овладеть игрой на флейте пиккола и при этом не быть выброшенным из дома своими соседями? Но мало кто задается вопросом «Почему?». Почему музыка звучит именно так, а не иначе? Почему современная европейская музыка использует 12 тонов, а предыдущая музыка, из которой выросла наша классическая европейская музыка, музыка греческих полисов, использовала только 7 тонов? Почему китайская музыка использует 5, так называемая пентатоническая система? Это все случайность или закономерность? Наконец, почему практически вся тональная музыка и даже некоторая часть атональной музыки фундаментально основана на музыкальном интервале, который мы называем октавой? Это случайность или закономерность? Ну и наконец, самый интересный вопрос. Если мы когда-нибудь встретим братьев по разуму, где-нибудь в безбрежных, бескрайних просторах космоса, и если эти братья по разуму будут обладать органами слуха, подобными нашим, если они, в свою очередь, изобретут свою инопланетную музыку, сможем ли мы ее понять? Можем ли мы предсказать основные детали того, на каких принципах будет работать эта музыка? Так вот, ответ таков. В музыке нет ничего случайного. Мы можем объяснить практически все о строении всех типов и всех направлений музыки, исходя из основных, фундаментальных постулатов, исходя из физики того, как образуется звук. Более того, можно сделать даже еще большее обобщение. Если мы когда-нибудь встретим вышеупоянутых братьев по разуму, инопланетян, и если они действительно проиграют нам какие-то фрагменты своей музыки, мы можем быть точно уверены, что эта музыка будет основана на музыкальном интервале октавы. И мы можем даже предсказать, сколько нот будет использовано в этой октаве. Сегодня мы поговорим о том, почему это так. Мы — это я и два моих помощника. Это, во-первых, Артем Дробышевский, руководитель музыкальной студии «Ларго» гитарной игры, и Анна Ушакова, солистка областной филармонии имени Светлана. Они будут помогать мне иллюстрировать тот непростой, но, на мой взгляд, очень интересный и нетривиальный материал, которым мы попытаемся реконструировать, воссоздать и объяснить всю тональную музыку. То есть, по большому счету, 99% того, что слушают люди. Но начать нам, разумеется, следует с самых фундаментальных вещей. И что может быть фундаментальным? Чем открытие, которое, по большому счету, и положило начало современной музыке. Это открытие было сделано давно. Оно было сделано две с половиной тысячи лет назад. И сделано оно было знаменитым греческим математиком Пифагором. Итак, время действия. Шестой век до нашей эры. На побережье современной Турции, в городе Милеты, греческой колонии, один очень известный человек по имени Фалес в одиночку создает или, по крайней мере, закладывает основы того, что мы называем греческой философией, досократической греческой философией. Фалес был очень интересным человеком. Он, фактически, стал первым, кто задался вопросом, из чего, собственно, состоит все, что является фундаментальными кирпичиками, из которых может быть сложена наблюдаемая нами реальность. Именно он впервые выделил четыре, как он назвал, элемента – вода, огонь, воздух, земля. Разделение, которое фактически просуществовало до самого начала Нового времени. Интересно, что Фалес был не один. Он основал то, что можно назвать школой Фалеса Милетского. Один из представителей этой школы были греческие философы Левкип и Демокрит, которые, в свою очередь, развили идеи Фалеса и предложили концепцию атомов, то есть маленьких частичек, из которых создано все наблюдаемое нами многообразие материи. К ним мы еще вернемся. Нас интересует, однако, вот сейчас, в настоящий момент времени, не Левкип и не Демокрит, а еще один представитель школы Фалеса – вышеупомянутый Пифагор. Я не буду много и долго останавливаться на его многочисленных заслугах и некоторых, скажем прямо, странностях его поведения. Например, Пифагор был настолько впечатлен математикой и математическими закономерностями, которые он наблюдал везде, о чем мы тоже поговорим, что он основал даже не учение, а то, что можно сейчас назвать практически сектой математики. Звучит, как название какого-то триллера. Но нас, как я уже сказал, интересует один единственный эпизод из жизни Пифагора. Это эпизод, произошедший примерно в 531 году по нашей эре в городе Кротоне на побережье Италии, когда в этом городе как раз Пифагор и жил. Не смущайтесь тем, что это происходило в Италии. В то время Кротона была греческой колонии. Так вот, Пифагор задался следующим вопросом. Он пытался понять, почему музыка работает. То есть он задавался тем самым вопросом, которым задаемся и мы. Более точно его интересовало три вопроса. Первое. Почему, если взять высушенные жилы какого-нибудь крупного рогатого скота, ну, например, козы, сделать из них длинные тонкие струны и закрепить эти струны? На этих струнах можно играть. Возбуждение, возмущение этих струн, неважно, каким образом вы это делаете, оттягивая их и отпуская, ударяя по ним маленьким молоточком или совмещая то и другое, порождает звук. Видно, что струна начинает как-то колебаться и вибрировать. Понятно, что она каким-то образом возбуждает звук, окружающий эту струну. Но почему, чем длиннее эта струна, тем ощутимее ниже этот звук? Почему, чем сильнее вы натягиваете эту струну на колках, тем выше будет этот звук? И как частота, высота этого звука зависит от материала, из которого изготовлена струна? Это был первый вопрос. Второй вопрос, которым он задался, это почему, как бы вы не натягивали вашу струну, если вы зафиксируете два ее конца и вы начинаете возбуждать ее самыми разными способами, любым способом игры, игрой при помощи молоточков, игрой пиццикатта, вы всегда можете различить тот звук, ту частоту, с которой эта струна колеблется. То есть вы слышите, что звук как-то меняется. И это был второй вопрос. Почему он меняется? Почему он меняется, но меняется не сильно? Почему мы все равно можем узнать звучание этой струны? Чтобы ответить на эти два вопроса, Пифагор поступил очень мудро. Он поступил, как поступает любой современный ученый. Он поставил эксперимент. Он взял две струны, совершенно одинаковые, взятые, по-видимому, из высушенных жил одной и той же козы, одной и той же длины, одной и той же плотности и одной и той же ширины сечения. Далее он растянул обе эти струны, закрепил по один конец каждой из этих струн при помощи колок, то есть накрутил ее на специальный столбик, так, чтобы она не двигалась, так, чтобы она была зафиксирована в этом месте. А к другому концу струны, и первой, и второй, он подвесил грузики одинаковой массы. Получилось то, что современники назвали монохордой. То есть два инструмента, состав которых входит по одной струне. Не очень интересный, разумеется, музыкальный инструмент. Много на нем не сыграешь, тем не менее, для цели Пифагора этого было достаточно. Пифагор показал, что если вы закроете глаза и сыграете на первой струне, а потом на второй, вы не почувствуете разницы. То есть в зависимости от того, в каком месте вы возбуждаете вашу струну, ближе к концу, ближе к середине, ударяете по ней или просто оттягиваете и отпускаете, звук чуть-чуть меняется, но он приобретает другую окраску, он не меняется фундаментально. К сожалению, у нас нет под рукой монохорда, но зато у нас есть нечто получше. У нас есть гитара и у нас есть замечательный исполнитель Артем, которого мы и попросим проиллюстрировать своей игрой наш материал. Как мы уже с вами говорили, при игре на закрепленной струне Пифагор открыл, что какой бы именно способ игры вы не использовали, как бы вы не возмущали эту струну, вы всегда можете даже с закрытыми глазами сказать, да, это точно та самая струна. Следовательно, оказывается, что как только вы зафиксируете а длину струны, б материал, из которого сделана эта струна, и в натяжении этой струны, вы можете точно предсказать, какой звук вы получите. Это уже был достаточно большим прорывом. Разумеется, Пифагор не мог объяснить ни то, ни другое, ни третье. Он пока просто зафиксировал это у себя в записной книжке на пергаменте. Нам с вами придется вновь переместиться во время. На этот раз сначала в 17-й, а потом в 19-й век. Чем примечателен век 17-й? 17-й век – это век, когда впервые были открыты законы Ньютона. В 17-м веке впервые стало ясно, что, оказывается, можно описать наблюдаемую нами природу и наблюдаемые в этой природе явления при помощи строгих математических законов. Правда, в отличие от Пифагора, выяснилось, что эти законы более сложные. Они не требуют использования только целых чисел. Нет, там требуются и целые числа, и дробные числа. А главное – требуются новые математические операции. Операции, которые называются дифференцированием и интегрированием. Ну, исходя из этих принципов, небезызвестный первооткрыватель всей современной физики, если угодно, отец современной науки Исаак Ньютон и сформулировал знаменитые законы Ньютона. Когда эти законы впервые были применены, они были применены к явлениям планетарным. Ньютон использовал их для того, чтобы предсказать движение планет. Для того, чтобы, в частности, при помощи созданного им второго закон Ньютона и сформулированного закона гравитации предсказать и объяснить, почему справедливы законы Кеплера, почему Луна двигается именно так, почему возникают приливы и прочее. Мы не будем сейчас останавливаться на этих деталях. Нас интересует другое. Нас интересует то, что произошло еще через два века, когда математики попытались применить законы Ньютона к более сложным системам, например, к струнам. Да, мы приближаемся к струнам. Представьте себе, что у вас есть струна. Представьте себе, что вы ее каким-то образом изгибаете. Что при этом будет происходить внутри этой струны? Ну, внутри этой струны, как наверняка помнят все, кто хоть что-нибудь помнит из школьного курса физики, внутри этой струны возникает сила натяжения. Правда, здесь имеет смысл пару слов сказать о том, что это за сила и откуда она возникает. Дело в том, что когда вы берете струну, ваша струна образована из какого-то очень твердого плотного материала. Что это означает? Что это означает, что ваше тело твердое? Это означает, что оно сформировано в случае, во всяком случае со струнами, либо из какого-то полимера, если мы говорим про струну, как у Пифагора, сделанную из органики, либо она сделана из металла, и это означает, что внутри струны имеется кристаллическая структура, определенная кристаллическая решетка. Структура этой решетки определяется поведением атомов, находящихся в узлах этой решетки. Да, тех самых атомов, которые были предсказаны Левкипом и Демокритом еще в VI веке до нашей эры. Если помните, мы про них упоминали. Но самое интересное то, что когда вы деформируете вашу решетку, вы как бы выталкиваете часть атомов, подталкиваете их поближе к другим атомам и подальше от остальных. То есть вы деформируете вашу решетку, и эта решетка стремится вернуться в исходное положение. Что при этом возникает? При этом возникает сила. Эту силу интегрально, когда мы подсчитываем силу, действующую на все атомы, из которых соткана наша искривленная решетка. Собственно, это суммарная сила и называется сила натяжения. Так вот, давайте возьмем и попытаемся описать при помощи законов Ньютона поведение нашей струны. Мы уже знаем, что когда мы берем нашу струну и сгибаем ее, в ней возникает та самая сила натяжения. Представьте себе, что вы взяли струну и закрепили ее, как в опте Пифагора. Закрепили левый и правый ее концы. Если мы предположим для простоты, что в задаче отсутствует сила тяготения, ее тоже можно учесть, она не сильно изменит нашу картину. Но для простоты давайте про нее забудем. Тогда единственное, что будет контролировать движение любого кусочка вашей струны, это сила натяжения, приложенная вот к этому самому кусочку струны. Выясняется, что если вы запишите закон Ньютона для каждого из этих кусочков, то у вас возникает очень красивый закон. Это закон, который называется волновым уравнением. В него входят так называемые частные производные по времени и по переменной Х. И если бы здесь была лекция для физиков третьего курса, то я бы с большим удовольствием и вывел этот закон, и показал, как его решать. Но! Проблема в том, что мы сейчас с вами находимся не в 21 веке, напоминаю, а в веке 19. И выясняется, что в 19 веке эта задача чрезвычайно оказывается сложной. Или небольшая поправка. Задача оказывается достаточно простой, если вы рассматриваете поведение струны незакрепленной. Впервые эта задача была разрешена знаменитым математиком Жаном Лероном Даламбером, известным, в частности, любому историку, как человек, который помогал Дэнни Дидро писать его знаменитую французскую энциклопедию. Но проблема в том, что когда вы закрепляете вашу струну, поведение, предсказать поведение этой струны, оказывается значительно более сложной задачей. Это задача, решение которой сильно затянулось. Она впервые была решена другим, тоже французским математиком, по имени Жан-Батист Фурье. Мы с вами попытаемся объяснить, что сделал Фурье на наглядном примере. Если мы зафиксируем какую-то конкретную точку Х на нашей струне, колебания этой конкретной точки будут происходить по синусоиде с некоторой частотой омега. Как выглядит профиль этой струны в этот конкретный момент времени? И как же он выглядит? Ну, давайте вспомним. Наша струна закреплена. Оба конца нашей струны неподвижны. Это означает, что если мы попытаемся подобрать такую функцию, которая будет в точности описывать вот это искривление струны, эта функция должна быть равна нулю вот в этих двух точках на левом и на правом концах нашей струны. Какие функции нам подходят? Ну, в зависимости от времени должна быть синусоидальна. Может быть, и в зависимости от координаты Х, профиль струны тоже должен быть синусоидальным? Оказывается, да. Он должен быть синусоидальным. Более того, если вы посмотрите на разный тип синусов, вы увидите, что нам синус как периодическая функция, чтобы он был обязательно равен в двух концах нашей струны, нам нужно, чтобы внутрь этого интервала на всей длине струны попадало либо пол периода нашей струны, либо полный период, либо три периода, либо, прошу прощения, либо период с половиной, либо два периода и так далее. У вас существует бесконечный возможный набор этих синусоид. Но все они, как говорят математики, параметризуются целым числом, который мы назвали буквкой М. Что доказал Фурье? Фурье доказал следующие вещи. Первое. Действительно, профиль струны может быть не просто синусоидой. Он должен быть только синусоидой. Только синусоиды могут удовлетворять уравнению движения, описывающему колебания нашей струны. Это первый факт. Факт номер два. Между периодом, который укладывается между двумя левой и правой точками, в которых закреплена наша струна, и частотой колебаний любой точки со временем существует соответствие. Это то, что можно назвать принципом Фурье. Что это соответствие нам дает? Кстати, почему это соответствие возникает, на самом деле тоже легко понять. Если бы у вас это соответствие отсутствовало, если бы ваша струна могла колебаться с любой произвольной частотой, не зависящей от длины вашей струны, если бы вы проделали этот анализ для разных точек, вы бы увидели, что ваша струна в какой-то момент разорвалась бы. Поэтому это очень хорошо, что существует такое соответствие. Но пойдемте дальше. Оказывается, что наша частота связана с некоторыми константами. Она связана с длиной струны. Она связана с натяжением струны Т. Она связана с плотностью струны. То, что мы назвали буквой РО. Но выясняется, что частота оказывается прямо пропорционально натяжению струны по корню. Обратно пропорционально корню из плотности нашей струны. И обратно пропорционально длине струны. Внимательный зритель, наверное, задаст вопрос. Подожди, секунду. Вы нам только что рассказывали о том, что у вас существует бесконечно много возможных способов колебаний струны. Вы только что сами ввели целое число n. И сказали, что частота будет пропорциональна этому самому натуральному числу. То есть она может быть пропорционально 2 омегам, 3 омегам, 4 омегам, 19 омегам и так далее. Теперь вы нам говорите, что вы меняете струну, меняете материал, из которого сделана ваша струна. И делаете какое-то заключение о том, с какой частотой она будет у вас колебаться. Что частота будет выше или наоборот ниже. Вы немного ли на себя берете? Откуда вы знаете, с какой из этих частот она должна колебаться? Ну да, плотность у вас другая, а вдруг она будет соответствовать другому числу n. С какой частотой у вас должна колебаться ваша струна? Из этого бесконечного набора, как выбрать правильную частоту? Как предсказать, с какой частотой она будет колебаться? Это правильный вопрос. И ответ на него тоже дал Жан-Батист Фурье. Он показал, что струна в общем случае будет колебаться сразу со всеми этими частотами одновременно. Это очень интересный эффект. В качестве иллюстрации мы с вами можем посмотреть на то, как колеблется струна, например, у которой имеется только одна самая низкая частота. Мы ее назовем омега-1. Эта частота самая низкая из всего возможного набора. Называется основной частотой. Это частота, которая соответствует профилю струны с чистой синусоиде, половина периода которой в точности укладывается между левой и правой закрепленными концами нашей струны. Как я уже сказал, эта частота называется основной частотой. Ниже ее частоты не бывает. Во всяком случае для вашей струны. Зато у этой частоты существуют еще дополнительные более высокие партнеры. Например, 2 омега или 3 омега или 4 омега. Вот эти дополнительные партнеры, накладывающиеся на вашу основную частоту и накладывающиеся на колебания вашей струны, называются гармониками. Первой гармоникой, второй гармоникой и так далее. Какую роль играют эти частоты, эти гармоники? Они играют роль тембральной окраски вашего звука. Именно наличие верхних частот, именно наличие этих самых дополнительных гармоник и их конкретные вклады в колебания вашей струны, именно они и обеспечивают нам возможность различить звук, проигранный на гитаре, от звука, проигранного на фортепиано. И, в свою очередь, звук, проигранный на фортепиано, от звука той же самой частоты, основной частоты, проигранного, например, на виоле или на ситаре. Более того, в зависимости от того, как именно вы играете на вашей струне, и как вы ее возбуждаете, в каком именно месте вы возбуждаете колебания вашей струны, ровно в центре, где-то сбоку, путем оттягивания и отпускания, то есть деформируя ее профиль, или сообщая какой-то дополнительный импульс вашей струне, как фортепиано, ударяя молоточком, обитым фетром по вашей струне, и сообщая импульс струне, после которого она начинает колебаться, вы получаете разную тембральную окраску. Ещё раз, что это означает? Это означает, что у вас возбуждаются верхние гармоники, более верхние частоты, дополнительные к основной частоте. Причем возбуждаются они по-разному, их вклад может быть разный. Например, у вас может быть очень много второй гармоники и пятой гармоники, остальные могут быть подавлены, и у вас получается одна тембральная окраска. Или у вас, может быть, по равным образом распределены все верхние гармоники, с первой по, например, десятой. Получается другая тембральная окраска. Итак, получается, что мы с вами только что объяснили первую часть эксперимента Пифагора. Мы объяснили, как так получается, что струна фиксированной длины, фиксированного натяжения и фиксированной плотности всегда звучит практически одинаково. Более того, мы даже объяснили, что означает практически. Мы объяснили, что порождает тембральную окраску вашей струны. Если основной звук соответствует основной частоте, самой низкой из частот колебаний струны, то тембральная окраска соответствует комбинации верхних частот, гармоник, дополнительных к вашему основному форму. Но это еще не все. Давайте попытаемся пойти дальше и ответить на вопрос, а что, собственно, открыл Пифагор, когда он разрезал струну пополам? Это очень интересный момент. И вот дальше он совершил опыт, который полностью перевернул всю современную музыкальную культуру. Об этом мы поговорим в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok